Скорая помощь от неотложной будет отличаться, вернее, неотложной от скорой следующим образом. Что эту помощь должны оказывать первичные центры, первичной медико-санитарной помощи. Это входит в медицинское задание, которое Национальная служба здоровья ставит перед такими центрами. Они в своей работе руководствуются тем, что в каждом центре нужно организовать такой пункт медицинской помощи. Мы не понимаем, в настоящий момент не понимали, как это, например, мама с грудным ребенком, у которого будет 38 температур, будет за три квартала идти в этот центр для организации оказания медицинской помощи. То же касается людей с повышенным артериальным давлением, с другими симптомами, которые отводятся сегодня для оказания неотложной помощи. Поэтому было принято такое решение организовать городскую неотложную помощь в круглосуточном режиме. Для того, чтобы врачи могли выезжать при необходимости непосредственно к жителям города, у которых произошел случай неотложной медицинской помощи. Экстренная помощь – это совершенно другое состояние. Это сейчас, в настоящий момент, принимается приказ, где четко будет прописано, что такое экстренная медицинская помощь, что такое неотложная. И город пошел на опережение, потому что организовать такую службу тоже непросто. Нужно набрать сотрудников, нужно отработать протоколы оказания медицинской помощи для того, чтобы любой житель города мог обратиться и получить квалифицированную медицинскую помощь, независимо от того, что есть сегодня какие-то вопросы по реформе или нет. Центры первичной медицинской помощи – это бывшие поликлиники, детские и взрослые. Значит, поликлиники детские остались поликлиниками, но в них есть первичная помощь, а все наши бывшие поликлиники, они реформированы на сессии городского совета в коммунальные предприятия, неприбыльные коммунальные предприятия. И именно на эту службу в реформе здравоохранения возложены обязанности по оказанию медицинской помощи. При каждой поликлинике будет медицинский транспорт, будет установлен график дежурств в зависимости от необходимости и в зависимости от состояния в настоящий момент необходимости совершения выездов. Для этого организовано коммунальное учреждение на этой сессии, там будут ответственные дежурные, которые будут корректировать эту работу в городе. И, как сказал Геннадий Леонидович, в планах у нас закупить еще 18 машин. Сколько есть? 18. Так вы их закупили? Закупили, еще планируем закупить еще 18 машин, чтобы у каждого центра было по две машины для того, чтобы интенсивнее оказывать эту неотложную помощь по необходимости. Понятно, что люди сразу не смогут сориентироваться. Если они позвонят службу 103 и диспетчер службы 103 определит, что это неотложный вызов, он свой талон, это так называется, передает на неотложную службу, принимает ответственный дежурный и направляет туда в зависимости от необходимости бригаду неотложной помощи. Если на неотложную помощь номер, который мы будем, так сказать, забронировали, будем реализовывать 1550, поступит экстренный вызов, тогда наш диспетчер будет на экстренную помощь отправлять этот талон и будет осуществляться тогда помощь экстренная.